Я, Сергей Никольский, рассказываю о голландской живописи Золотого века в основном. Сегодня будет печальная история про Питера де Хоха. Краткое содержание для тех, кто не хочет её слушать, а наоборот хочет убежать и торопиться. Но в начале портрет Питера де Хоха. Вот он в возрасте 19 лет. Это якобы автопортрет. И здесь всё якобы. Якобы он написал и якобы себя. Но всё равно показываю. Давайте вообразим, что это и есть наш герой. Вначале Питер де Хоха был художником и подрабатывал лакеем. Живопись не кормила, потом он стал обычным художником, как десятки ему подобных вокруг. Но вдруг нащупал в живописи нечто своё, особенное, узнаваемое, настоящее. Нечто, до чего тысячам живописцев не удается дотронуться никогда, хотя лезут из кожи вон и хотят быть художниками. Питер де Хоха увидел игру света, воздуха, пространства. Не только увидел, но и смог изобразить на холсте, как никто до него. Это новое не оценили. Оно затерялось среди огромного количества тем, мотивов, подходов, которые в то время голландская живопись предлагала покупателям. Когда тебя не ценят, то дела идут плохо. И у Питера де Хоха дела шли плохо. Он метался, пытался угодить, брался за самые разные жанровые сцены, и простые, и сентиментальные, и роскошные. Везде, во всех его картинах мы видим игру света. Это то, что его увлекало. То, чем он занимался всю свою жизнь. Питер де Хоха выдумывал новые световые эффекты, новое пространство. И опять дела шли плохо. Опять метался. Он начал писать картины приличные, обычные, порядочные, для порядочных людей, то есть скуку смертную, гладкую и затюканную. Эта линия картин тоже не особо пошла. Он писал роскошное общество, шикарную жизнь. Он дёшево писал воображённых миллионщиков для таких же бедолаг, как и он сам, которые не могли много платить. Всё же он получил несколько заказов на семейные портреты, то есть бывало чуть лучшее, бывало чуть хуже. Жил, но с каждым годом картины неуклонно становились хуже и хуже. И, наконец, стали ужасными. Такими, что даже в наше время, когда имя художника, а не собственная живопись, решают всё, подлинная подпись Де Хоха не делает поздние его работы драгоценными, и они продаются дёшево и через силу. Питер Де Хох всегда слабо рисовал, но когда в его живописи светила божественная искра, то горела она так ярко, что недостатки художника можно было не замечать. А когда погасло, стало неинтересно, стыдно, сыро, холодно, плохо, непрофессионально. Оказывается, один и тот же художник может быть и восхитительным, и никудышным. Питер Де Хох писал исключительно жанровые картины, чаще в интерьерах и реже на улице. Кроме них есть несколько групповых семейных портретов, ранняя картина на религиозный сюжет и ещё один чистый пейзаж и автопортреты. Вы его видели, но эти две последние картины сомнительные атрибуции, так что, скорее всего, это не он. Само понятие жанровой картины довольно новое и появилось в конце 18-го, начале 19-го века. А в 17-м веке на аукционах их просто скучно описывали. Например, разговор, веселье, то, что потом стали называть весёлой компанией. Курильщик в таверне, пьющий из кружки. А если сюжет был непонятен, то его обозначали как картина с фигурами. Жанровые картины во второй половине 17-го века могли быть дорогими, но у Де Хоха не получалось. Кроме того, он решил стать живописцем в неудачное время. Рынок был в упадке, и если раньше художники могли рассчитывать на неплохой доход, то сейчас молодые люди стали выбирать другие профессии. Первые работы Де Хоха датируют 1650-м годом, когда ему был 21 год. Последние 1684-м. В главном и не совсем надёжном каталоге 1980-го года ему приписывают 163 работы. И, как обычно, стараниями аукционного бизнеса к более или менее устоявшемуся корпусу работ Де Хоха поштучно добавляются выплывающие из частных коллекций картины. Вообще же, Де Хохами могут оказаться ещё около 40 картин. Так что мы говорим о более чем 200 работах. Такая расплывчатость и неопределённость в цифрах – вещь для искусствоведения вполне нормальная. Не надо ужасаться. Это не аптека, где всё точно до миллиграмма. И хотя каталог ненадёжный, а музейные датировки и атрибуции слеплены из непонятным образом понятых обязанностей учёного, а сама история искусств довольно эфемерна, всё-таки давайте не забывать главного. Питер Де Хох на самом деле существовал, был такой художник, и он был отличным мастером. Сегодня я буду говорить о живописи, потому что у Питера Де Хоха это главное. Ранний Питер Де Хох – художник довольно обычный. И у него на картинах чаще всего солдаты пьют вино с женщинами в каких-нибудь трактирах. Этот Де Хох коричневый. Тёмный холл здесь – это традиционная голландская экономичность. Освещённые места надо прорабатывать и нигде не оступиться, а в тёмных несколько мазков уже организуют пространство, а ошибки менее заметны. И даже сырая картина издали напоминает законченную. Здесь неумелая перспектива, замаскированная тем, что фигуры сбиты в кучу. Здесь источник света, который, как и у многих голландцев, часто слева, такая стандартная дверь или окно, которые должны показать глубину. Причём настолько постоянно и механически эти двери и окна повторялись, что этот приём не работает совершенно. А мальчик в дверном проёме вовсе удручает. С изображением детей у художников низких земель вечные проблемы. Дети не позировали. Напросков с натуры было мало, приходилось писать их по памяти, если же кто-то был не вполне твёрд в рисунке, а Де Хох был именно таков, увы, то такой рисунок, высосанный из пальца или, в лучшем случае, сделанный по правилам, никогда не получался. Изобразить человеческую фигуру можно двумя способами. Первое – это использовать готовую схему. Наука пропорций как раз об этом. И эта схема, этот первый путь, гораздо более подходил для итальянской живописи. Там они были большими мастерами и очень часто конструировали своих персонажей. Второй путь – использовать модель, натуру, а для этого нужны наброски. И вот Питер Де Хох как раз наброски делал. Это мы можем понять, потому что в разных картинах присутствует одна и та же фигура, с небольшими изменениями или вовсе без изменений. Ранние работы Де Хоха, и в том числе и этот интерьер, похожи на Лудолфа де Йонга, которого за эту однотипность считают учителем Де Хоха. Учителем, потому что Лудолф де Йонг был чуть старше. Такое допущение стандартно в истории искусств. Оба они из Роттердама, оба действительно похожи. Вот один старше, другой младше, и значит старший учил молодого. Что ж, может быть, но как было на самом деле, мы не знаем. Ещё две картины раннего Де Хоха со стандартным штампованным голландским решением. Одна из галереи Боргезе и одна из частного собрания. Это ранний период, когда Де Хох был обычным художником. Такие латировки всё же нужны. Ранний, поздний, зрелый. Посмотрите и запомните. Из этих обычных и простых, повторяющих одна-другую композиции, да ещё с одними и теми же мотивами, художник потом вырвется в искусство другого уровня. Подобные банальные и очевидные сцены писали тогда многие. Ну, вот картина фламандца Кристофела Ван дер Ламина 1650 года, где солдаты играют в трик-трак в таверне. Ещё одна таверна Лудольфа де Йонга тоже 1650-1655 год. И вот картина 1660 года кисти Хендрика Ван дер Бурга, который Де Хоху подражал. Игра в карты из Детройта. Словом, Де Хох смотрел на мир традиционно и выдавал штампованные композиции и средненькие сюжеты с позами. Из толпы не выбивался, да и умел немного. Например, Лудольф де Йонг в рисунке и внятности посильнее. Около 1657-58 года Питер Де Хох увидел мир по-особому. И здесь для драматизма, оправданного драматизма, нужно сделать паузу, а потом продолжить предложение. Увидел мир по-особому. Как и раньше Питер Де Хох писал жанровые сценки, но вдруг основным актером в его картинах стали не люди, а свет. Не сюжет, как было принято. Не роскошь отделки, как писали дорогие художники, а свет. На роль актера второго плана было приглашено пространство. И вот за это я Питеру Де Хоху все недостатки его прощаю. Видите, как несправедливо и необъективно бывает. Где-то тебе не нравится, и ты говоришь, а, плохой рисунок, а у него рисунок не очень, а мне всё равно, а мне нравится, а я думаю, что это здорово. Но сначала будет картина не очень хорошая, где плохой рисунок мне мешает. Она в частном собрании, а в XIX веке побывала Вермеером, так думал о ней Торе Бюргер, который Вермеера и открыл. Действительно, композиция поверхностно похожа на настоящего Вермеера из собрания Фрика. Но приглядитесь и оцените, насколько Вермеер лучше, как Де Хох ему проигрывает и в рисунке, и, как бы это сказать, в неколебимости образа. Учёные разделились на два лагеря. Одни думают, что Де Хох позаимствовал строй этого холста у Вермеера, а другие исследователи думают, что, наоборот, Вермеер Де Хохом вдохновлялся и пользовался. Но я привёл картину не для того, чтобы решать, кто первый, или сравнивать Вермеера и Де Хоха, которые и на самом деле жили на протяжении какого-то времени в Делфте вместе, и сюжеты с мотивами скользят от одного художника к другому. Я привёл эту картину, чтобы напомнить две ранних из галереи Боргезе и частного собрания, и показать развитие темы у нашего художника. Рисунок у Де Хоха не улучшился, но сложность зазвенела. А теперь та же самая схема на холсте из Национальной галереи в Лондоне. И вот эта картина лучше. Смотрите, насколько сложнее и интереснее стала живопись. Всё ещё традиционно, но в то же самое время Де Хох делает ещё один шажок и пишет уже совсем нестандартно. И здорово! Вот похожая на только что показанную картина из Королевского собрания. На улице лето, чуть прохладно, Голландия, день, но без солнца. Обычная у нас, увы, погода. Свет на улице показан разбелённостью, но ещё краска, конечно, выцвела, потеряла интенсивность. Это минус. Но простим Де Хоха, обесцветив улицу и женщину в красной юбке, он удачно оставляет их на дальнем плане. Главный же герой – это свет, который толкается внутрь, отражается от полированных досок двери, освещает дешёвые плитки пола, насколько хватает сил. С потолком же свету не повезло, там ему не удалось порезвиться. Дневной свет дальше тщательно ощупывает всех игроков в карты. И превосходно оркестрована игра бликов и теней на стуле. Там все пятнышки и блески живые. Цвет с трудом проходит через окошко и занавеску, полностью подминает под себя стену, если бы не гвоздь, вот он, то мы бы и не поняли, что стена. Слабые места в картине попадаются там и тут. Разбелённость, недоделанные детали, рисунок людей плоховат и так далее. Но в этом месте я говорю. Ну и что? Здорово! Ни рисунок и ни правильность главное в искусстве. Потому что тут жилопись стала искусством. Тут надо заметить ещё, что в ранних картинах Дэхофф иногда рисует перспективу неправильно. У него в картине бывает аж три горизонта. Кстати, потом научился, и таких ошибок он больше не делал. Ну и что? Гляжу на неправильную перспективу и снова говорю. Ну и что? И вот в поздних картинах перспективы исправляются и начинают соответствовать теории. И там вдруг я говорю. Ну и что? А мне не нравится. Хотя теперь правильно и без ошибок. Покажу ещё несколько картин Питера Дэхоффа со светом в главной роли. На холсте из Карлс Роэ у кривенькой, признаем, плохо нарисованного ребёнка вдруг засветился волшебный ореол из растрёбанных русых волос, которые горят в лучах дневного света. Никого в XVII веке такое не задело, не зацепило, ничью кисть не расшевелило. А Дэхофф увидел и написал. На этой картине солнце уже светит сильнее. На белой стене отражается рисунок оконного переплёта. Лучше к вещах Дэхоффа следите за светом. Именно его, а не сюжет, писал художник. Эта композиция была повторена Дэхоффом много-много раз, а самый выигрышный мотив – ребёнок со светящимися волосами – был использован в отдельной картине. И вот в этой фрагментарной хорошо заметна наполненность деталями. Если на большом холсте рисунок на израстах помешал бы и раздробил бы картину, где и так много всего, то на маленьком варианте израстцы прорисованы и участвуют в композиции. Там же показана трещинка на краю одного из них. Без этих деталей было бы голо и скучно. То есть Дэхофф – умный художник. Думает, думает он и о заполненности, и о деталях, о плотности, о многом. Та же самая комната на картине из Ряйкса. Для надобности и композиции комната чуть изменена. Свет здесь солнечный. И я не буду картину описывать, надо идти в музей и её рассматривать. Ох-ох-ох, что я сказал. Потому что это невозможно. Картина спрятана в запасниках. Не могу сказать, что до сих пор Дэхофф – неудачник. В галерее славы Ряйкс-Мюзеума в сентябре 2024 года везет целых три Дэхоффа. Но вот этой картины там нет. Ну, тогда просто покажу, как отражается свет на глазури плиток, которыми выложен пол. Всего несколько мазков краски, а как здорово. И как похоже на солнечную погоду, которая в Голландии слабенькая-прислабенькая. На плоткости картины мама с ребёнком, тут они хорошо нарисованы, занимают совсем немного места. А главное действующие лица опять-таки пространство, воздух и свет. Теперь не комнаты, а дворик, где главным стало пустое место. Здесь отлично взяты по тону фигуры и равномерный серый свет. И не только из-за того, что краска выцвела, но отношения между массами цвета в Голландии как раз взяты верно. Как здорово! Подобная внимательность к первому божьему творению, к свету, встречается у других голландских художников, но и изредка. Питер де Хог увидел, что свет – это драгоценность, и писал его постоянно. У него свет в самых разных его ипостасях. Иногда это лучи солнца, проникающие внутрь через окна или двери и сверкающие на позолоченных кожаных обоях или золотых рамах. Иногда это слабый свет, который борется с тенями, при этом интерьер комнаты виден. Это не тёмные амбары, где две трети тёмных мест еле тронуты художниками. Бывает, что это несколько источников света, отражённые лучи из небольшого окна, свет в далёкой комнате и огонь в камине, которые ничего не освещают, но являются самым светлым пятном. Если бы свет был изображён лишь одним приёмом, то могло бы быть случайностью. Но у де Хога свет играет и струится почти всегда. И на превосходных картинах, и на угасных. Иногда его свет – это прикосновение. Последнее, если это закат, или первое прикосновение света к стенам, людям, вещам, если рассвет. Иногда получалось удачно, иногда неудачно. Но очевидно, что художник именно светом был заворожён и в одну-единственную схему не утыкался. Солнечные пятна на гуляющей паре в картине из Страсбурга. Тут интересен интерьер, который повторяет интерьер ратуши в Амстердаме. Ещё одно прикосновение – картина из «Метрополитен», где на стене горит переплёт окна, а на полу слабые отблески закатного солнца. Ну, конечно, это закат. Вряд ли в 6 утра будут пить вино, играть в карты и любезничать. Увы, и здесь рисунок ужасный. Посмотрите только на профиль кавалера. Ах, жаль, что не научился Дэхох хорошо рисовать. Есть у Дэхоха и другие мотивы сюжета. Например, изображение протяжённости. Когда смотришь через несколько открытых дверей или ворот калиток, и видны фигуры в контражуре, а свет брызгает на людей то слева, то справа. Часто Дэхох писал не свет, а его отсутствие, затемнённость пространства, сумречную дымку и как контраст в открытой двери – или проходе из прорыва блестел светлый день. Сейчас я поплачу. Искусство – это тончайшая плёнка поверх хаоса. Слабый ветерок подует, и плёнки нет. Хороших художников надо любить, лелеять и им платить. А если они мыкаются голодными, вы удивитесь, но им этого вред. Художник Питер Дэхох продержался в хороших мастерах. Недолго. И постепенно растворился в коричневом мире, обступавшим его и лешим ему заворотник. И стал плохим и очень плохим художником. Как жаль. В 1660 или 1661 году Питер Дэхох переезжает в Амстердам. Жизни ему оставалось 20 небольшим годков. И там он меняет свой стиль, свою манеру живописи. Он пишет в дельфской манере ещё несколько лет и пишет отлично, но вместе с тем начинает писать роскошно. Жизнь благородных господ. Но свет, который для художника по-прежнему важен, перестаёт спасать положение в картинах. Зато Дэхох перегружает композицию, пишет ковры, богатые блестящие наряды из дорогих материй, мраморные полы, фантастические выдуманные интерьеры, элегантных дам и кавалеров показывают утончённую, как ему она представлялась, амстердамскую жизнь. Когда художник, не без труда рисовавший человека, начинает наполнять холсты изящными фигурами, которые он должен воображать, когда вместо знакомого и понятного расположения комнат небогатого дома живописец начинает выдумывать несуществующие перспективы дворцов пошикарнее, когда вместо дымки света или теней он перечисляет гламурные вещи, то картины не получаются, но не могут они получиться. Настоящего богатства Дэхох никогда не видел. Самым роскошным зданием в его биографии, очевидно, была новопостроенная амстердамская ратуша, куда можно было заглянуть даже бедолаге. Поразила она Дэхоха в самое сердце и стала появляться на картинах, где он писал галантное общество. Но даже эта натура делает его картины из жизни миллионеров довольно жалкими. Золотые кожаные обои он брал, вероятно, на прокат. Обычная практика неимущих живописцев, писавших щегольскую роскошь, писавших, как у господ бывает. Собственных дорогих вещей у художников обычно не было. Так у Вермиера, писавшего виржиналы и драгоценные ковры, в описи имущества дома не нашлось ни одного ковра или музыкального инструмента. Да, но я тут про Дэхоха. Взяв на прокат обои, вообразив мраморные полы, представив себе огромные дворцовые залы с несколькими источниками света, Дэхох писал картины со своими бликами, отблесками, рефлексами, перспективами. Но теперь это кажется надуманной мишурой. Мне этот роскошный блеск уже не нравится. В 17 веке голландцы находили какой-нибудь композиционный мотив, цеплялись за него и начинали производить картины. Картины эти были чуть-чуть изменены, но по сути одинаковыми. Тот же самый принцип, что и в нынешних блокбастерах. Когда снимают фильм про Супермена, то находят некую интонацию, как его будут снимать, а потом пошли фильмы один за другим. Супермен и антарктическое чудовище, Супермен и тропическое чудовище, потом будет какое-нибудь подводное чудовище, Супермен и злые террористы, Суперсмен и добрые террористы. Что хотите. Так работали все голландские художники, и Дэхох тоже. И вот я покажу несколько серий. И сначала будут картины с каминами. Кажется, что Дэхох подслушал, что гладенькие картины неплохо продаются. И он тоже начал заглаживать, заглаживать не умея. Вот три картины, где роскошный камин с лепниной, мраморный пол, ковер на столе, на каминной полке дорогая керамика, и я не встретил объяснения, что это за оранжевые шары, похожие на апельсины на каминной полке. Про много искусствоведы говорят, например, о шапочке ребенка, который учится ходить, и шапка эта вроде нынешнего велосипедного шлема. Если дитя упадет, то не повредит голову. Там мягкий выступающий валик предохраняет от травмы. Но вот об этих оранжевых шарах ни слова. От небольшой картины, чуть меньше, чем 70 на 60, сильное ощущение кривости, слезливости, сопливости, неумелости. При этом свет Дехохом не забыт. Можно посмотреть, как выборочно освещен мраморный пол, как светится золотая рама зеркала. Но увидев когда-то и где-то блеск роскошной рамы, увидев однажды мраморный пол в ратуше, Дехох сунулся с калашным рылом в стуконный ряд. Ах, лучше бы он продолжал писать блики глазури на дешевых таракотовых плитках. Еще две картины. Одна из них – это самый дорогой в последнее время Дехох. Эту сиропность купили на Сотбис в 2012 году за 3 миллиона 666 тысяч 500 долларов. Как же тут мешает плохой рисунок фигур и опять общая кривость? Посмотрите хотя бы на неумелое перспективное сокращение картины в черной раме за клеткой с попугаем. А следующая картина хранилась в Лакме, в серьезном Калифорнийском музее. Это был подарок от мистера и миссис Балх, хотевших музей осчастливить. Ах, когда вы будете дарить картину музею, детально оговаривайте пункт, что музей обязан ценить, любить и хранить ваш подарок вечно, а не продавать, когда понадобятся деньги, чтобы отремонтировать крышу или купить что-нибудь современное и блестящее. Именно так Лакма и поступила в 2009 году, когда продала этот подарок этого своего Дехоха за миллион шестьсот пятьдесят тысяч пятьсот долларов. Здесь хорошо на миг остановиться и понять, где и на чем мы стоим. Живопись сейчас, в эпоху компьютерных игр и клипового восприятия действительности, не особенно нужна. Ну, действительно, кто пойдет в музей и будет пятнадцать минут вглядываться в картину, когда кругом сплошной тикток. Приведу в качестве доказательства сканы с сайта Лакмы, где видно, что все, чем музей завлекает Лос-Анджелевцев и гостей города, к живописи не относятся. Там есть про моду, исламскую фотографию, чай, кофе, шоколад. Ах, вкусно! Разные национальные, латиноамериканские, мексиканские, корейские, испаноколониальные дела. Ах, как мы открыты чужим культурам! Но не про живопись. Так что я, который сделал это видео, и все те, кто меня смотрит и слушает, оказались среди маргиналов и фриков. Ну и ладно, я продолжаю. Три картины из другой серии группы позднего Дехоха. Сначала плохие картины, а потом чудовищная. Картина, проданная на Сотбе, за 495 тысяч долларов. Согласно каталогу, написано около 1674 года. Квартет из цистры, виолы де гамбы, скрипки и органа. Хм! Выдуманность всего видна повсюду. Поглядите, например, на виолу де гамба. Художник в общих чертах знал, как она выглядит, но нарисовать в перспективе не сумел. А вот собачка была с наброской, и на картине получилось. Мраморный пол, кессонный, расписанный потолок и кривые линии. Словно художника не было денег на длинную линейку. Игры света нет. Небольшая беспомощная перспектива в проеме двери, где виден зал колоссальных размеров. Может быть, картины, которые я показываю, ругаю, кому-нибудь глянутся. Ну, вполне может быть, это нормально. Каждый видит по-своему. Я когда-то в самом начале видео решил, что не буду, да и не смогу тут объяснить каких-то базисных понятий, например, что такое крепкий рисунок, а что такое слабый. А еще когда-то я решил, что не буду рассказывать историю искусств непредвзято и беспристрастно, так что со мной вполне можно не соглашаться. На следующей картине из Апслихаус из коллекции герцога Веллингтона игра света присутствует, но она даже сложная, с двумя источниками, просвечивающими занавесками, но настолько неумело нарисованная фигура, что подозреваешь победителя Наполеона в пренебрежении развитием своего художественного вкуса. И, наконец, последняя музыка это совершенно ужасный дыхок. Обычно такую живопись немедленно хочется приписать кому-нибудь другому, но не получится. Там и подпись, и никто на свете не стал бы на чужой дешевой работе ставить подпись не очень знаменитого, совсем не преуспевающего художника. Эта последняя работа постоянно продается и перепродается, а цена редко доходит до 10 тысяч долларов. Для меня это знак, что музеи все еще придерживаются мнения 19 века. Мол, мы должны показывать прекрасное, шедевры, гения. Между тем, искусство – это не только шедевры, это изменение вкуса, умения, неумения, слабые художники и сильные, официальные и любимые народом, хорошее искусство и плохое. Ну, как было бы интересно поставить плохую картину рядом с хорошей и сказать, смотрите, это один и тот же мастер, один и тот же художник, вот как он мог и вот кем он стал. Правда же? Если музеи откажутся от запыленных идей и предубеждений, может быть, тогда и в Лакмо, и в другие места повалит народ, повалит публика смотреть на искусство и слушать рассказы о животосе. В этой части видео не столько о Питере и Дукохе, сколько о том, что мы не понимаем. История искусств нам вся понятна. Но вот начинаешь углубляться и вылезают маленькие вопросы, на которые нет ответов. Мы не можем себе представить, чего хотели заказчики, как они формулировали заказ, мы не знаем мыслей художника, и очень часто утыкаемся в одежду, интерьеры и не понимаем, это на самом деле так было или это придумано. И вообще, что всё это значит? Вот картины понятные почти целиком и тем не менее есть там загадки. Групповой портрет. Ну, кем-то заказанный, разумеется. Почему думают, что это портрет? У людей тут лица не абстрактные какие-то невразительные лица, а с характерностью, что и отличает портрет от жанровой сценки. Но что это за люди, по какому поводу вместе, почему так странно стоят, загадка. Непонятная нестандартная группа. Для объяснения пытались представить картину свадебным групповым портретом, но другие учёные не согласились. Причём очень реалистичная картина, заметьте, как перголу украшают и облагораживают смешные плоские дорические колонны из старых досок. Ещё один портрет. Написан в 1663 году. Тут тоже неизвестно имя заказчика. Картина большая, почти метр на 116 сантиметров. Выдуманный интерьер с мраморным полом, камин, который художник свою волю и фантазией в уменьшенном и чуть изменённом виде перенёс из зала совета амстердамской ратуши. Люстра, гобелены на стенах, трансильванский ковёр, это всё выдумано художником по желанию заказчика. И мне сейчас это настоятельное желание довольно богатых людей, они могли купить себе большую картину, показать себя в облике миллиардера непонятно. Зачем им нужны были все эти выдулки? Все же знали, что это не так. Не только в этом холсте, вообще это довольно часто встречается и у меня постоянно вызывает недоумение. Непонятно тут музыкальная игра. Говорят, что это символ семейного лада, но никаких подтверждений тому нет. Про платье матери на картине я тоже не встречал в литературе объяснения, что это выдумка или нечто реальное. Такая настоящая расшитая одежда. И куда она носила это платье непонятно. Неясен и состав семьи. Лицо флитиста, кажется, нарисовано мне с натуры, а дети отодвинуты вдаль, в перспективу, как часто делал Дыхох на своих жанровых картинах. Но какие-то вещи, наоборот, картина проясняет. Голландский средний класс это во мне итальянцы. В искусстве не особенно и понимают, обратите внимание на рисунок, художник старался, но неумение подводит и тут. Приведу для примера руку матери. Это смешно голландские бюргеры разбирались в искусстве. Не особенно. Приведу еще одну картину, очень хорошую. Там все понятно, но одна строка в каталоге меня зацепила. Это такая ведута, хотя не топографически точная, как якобы требует жанр. Видны колокольни двух дельских церквей, старой и новой. Их местоположение не соответствует тому, как было в городе на самом деле. Художник написал их, как ему было надо, то есть правильный подход, натуру не копировать, а делать картину реалистичнее, чем жизнь. То есть это нормально. Тот же самый принцип сейчас в кино. Так вот, я про каталожное описание. Там про ребенка было написано, что это скорее всего мальчик. Опа! Нам не ясна разница между мальчиком и девочкой, между их одеждами. Это значит, что мы не считываем очевидное для любого зрителя в 17 веке. Не знаем много об одежде детей, не знаем, во что играли мальчики, во что девочки, и были ли различия в игрушках. Вообще-то это были картины, где почти все ясно. Иногда попадаются холсты, где неясно многое, интересно и есть, что изучать, над чем думать. У Дехоха много небольших, но очень приятных художественных находок. К примеру, пишет он кирпичи по серому фону, которые не закрашивают в швах, а только касаются их белокремовой краской, чтобы показать рельефность связующего раствора. Сами кирпичи, и это кирпичик за кирпичиком длиной в 1 сантиметр на картине. Дехох пишет в 2 красных, темноватой и посветлее, чтобы создать иллюзию реальности. Или еще, Дехох пишет пол из грубых керамических глазурованных плиток, и в некоторых местах он пишет дешевую глазурь, которая плитку не обтекла полностью, а при обжиге собралась на поверхности застывшие коричневые стеклянные капли. Или пишет он разбитые стекла, а иногда трещинки на фоэнсовых израстах, словом, необычайно изобретателен и внимателен. Дехох был не одинок, свет еще писали художники, которых сейчас, на мой взгляд, не очень оправданно, называют дельфской школой. Просто в конце 50-х годов и начале 60-х быстро развивавшаяся голландская живопись взялась и за световые эффекты. Они и раньше бывали там и тут, но вдруг многие художники начали на свет глядеть и его изображать. Последовательнее всех и лучше всех это делал Питер Дехох. Кстати, дельфскую школу иногда называют школой Питера Дехоха. Ну, тоже неоправданно, на мой взгляд. Лучше сказать так. Случилось, что мерцание света начало изображать немалое число мастеров. В 20-м веке самым главным из них начали Вермеера. Ну, и вполне несправедливо. Тем не менее, живопись со световыми эффектами была кратковременной модой среди покупателей и в целом не была дорогой живописью. Питер Дехох был художником третьего ряда. В 17-м веке о нем ничего не писали, в 18-м веке его, в общем-то, позабыли, хотя в Голландии имя его еще мелькало, а в Европе о нем вспомнили только в 1810-м году. А в 1833-м году Джон Смит включил его в свой каталог, охватывавший всех значительных, ну, по мнению Смита, голландцев, 35 художников. Через 30 лет Дехоха отодвинули на второй, а хорошо, что не на третий план, сделали из него подпорку для только что обретенного Вермеера, который стал богом голландской живописи довольно быстро. Вермеер не позволил Дехоху опять провалиться в забвение. Питер Дехох стал для Вермеера чем-то вроде художник для разогрева. Вообще же, Дехоха чаще любили не в Голландии, а за границей. Первая голландская выставка его работ прошла лишь недавно, в 2019-2020-х годах, но не в Ряйксе или Маурицхайсе, а в музее поскромней, Принцингхофе в Делфте, где Питером Дехохом, известнейшим представителем так называемой Делфской школы, никогда не интересовались, а первую его работу музей решил купить лишь в 2024-м году. И хотя та выставка была в истории Делфского Принцингхофа самой-самой удачной, но все удачи относительны, можно сравнить с выставкой Вермеера. На выставку Вермеера в 2023-м году пришло 650 тысяч посетителей, и все билеты были проданы еще до ее открытия. На выставку Дехоха в 2019-м 20-м году пришло 90 тысяч человек. Здесь мой рассказ о Питере Дехохе подходит к концу, и я грущу. Художник был выбран небесами, Аполлоном, музами, умение его оказалось никому особенно не нужным, а без любви и ласки хороший художник делается плохим и умирает. Так и случилось с Питером Дехохом. Живопись проскользнула между пальцев. Ну, хотя бы умер он не в сумасшедшем доме, как думали раньше. Там умер его сын, тоже художник, которого тоже звали Питер Дехох. Сам же мастер умер, а мы не знаем, где и как он умер. Так что давайте надеяться на лучшее, потому что зачем воображать худшее. И здесь я говорю спасибо за внимание и до новых встреч.